Покси, Йонгу, Чи, Тайлан Ещё реже. Ну, я не знаю, первый или не первый, но... Нет, не первый, но обычно они не доезжают дальше, чем Урал. Обычно они боксируют практически на своей территории в Азии. В Москве это большое чудо увидеть тайского боксёра, ну, естественно, если он соревнуется в соревнованиях не по тайскому боксу, а по боксу привычному нам. Естественно. Так вот, по профессиональному боксу у него аж 13 побед, из них 10 досрочно. Это хороший показатель для такого лёгкого веса. Ноль поражений, две ничьи. Надо сказать, что почти все свои бои Йонгу Джим провёл на родине, а вот как только выезжал за её пределы, у него не очень-то шли дела. В Китае он добился лишь до ничьей и с большим-большим трудом выиграл отнюдь не усиленного соперника в Австралии. Там мнения судей разделились, но всё-таки ему отдали победу. 26 лет ему, как я уже сказал, он вот так вот перемещается в рейтинге WBA с 7-го на 9-ю позицию, но если сегодня одержит верх, то, конечно же, может прыгнуть и в пятёрку сильнейших. Для него это будет большой успех. Ну, вообще, ребята из Таиланда, конечно же, обладают большим терпением. Насчёт тактики и техники мы посмотрим, потому что, я всё-таки думаю, тайский бокс, он отличается от классического бокса. И любой классический боксёр из этой стороны всё равно выступал, наверное, в тайском боксе. Или тренеры каким-то образом его ставили несколько другую тактику на бой? Я присутствовал вчера на взвешивании, познакомился с секундантами тайского боксёра. Должен сказать, что, наверное, тайским боксом он занимался, потому что все они выходили в спортивных костюмах и майках с изображением культового стадиона Лумпини, где проводят крупнейшие соревнования по тайскому боксу. Не думаю, что они просто таким образом рекламу делали этому стадиону. Думаю, что какая-то связь есть всё-таки. Чемпион P.A.B.A. Паджай Йонгуджин. И именно этот пояс. Один из тех, что на кону в сентябре прошлого года. Завоевал этот титул и теперь будет отстаивать. Ну и вот парень, за которого мы с вами будем болеть, за которого будем переживать, Вячеслав Гусев. Скажем сразу, не самый бьющий боксёр. Из 19 побед всего лишь 5 досрочно. Но на его пути встречались серьёзные оппоненты. Ну и два поражения есть уже в зачёте Вячеслава. Но надо сказать, от кого эти поражения. Я остановлюсь на одном. Он встречался в 2009 году с Куаном Карлосом Бургасом. Для любителей бокса вы представляете, что это за имя. Провели они все положенные раунды. Но по очкам уступил Вячеслав Гусев. Для него это был большой опыт. Куан Карлос Бургас, кстати говоря, с тех пор уже успел и за титул подраться. И стать чемпионом WBC, завоевать пояс «Силвер» так называемый. Ну и Вячеслав Гусев говорит, что сложить по другому обстоятельству. Возможно, он бы одолел его. А так первый бой в США. Его потрясло так, как болеют в Америке, как оценивают бокс, как болеют латиноамериканцы. Когда ты попадаешь, гробовая тишина в зале. Когда попадает по перчаткам даже соперник. Такой шум и ажиотаж стоит, как будто он уже стал чемпионом мира. Но, конечно же, всё это отговорки. Безумно хочет ещё раз Вячеслав Гусев выйти на ритм против Бургаса. Посмотрим, как получится или нет. Да, посмотрим. Ну вот по глазам тайского боксёра я вижу настроен парень. Приехал он мне проиграть. Он приехал выиграть, естественно. Так и не привык он проигрывать. Ни одной совершенно поражения нет на его счету. Вот мы видим его сейчас на экранах. Ну а про Вячеслава Гусева ещё я должен добавить обязательно то, что у него началась карьера довольно неплохо. Но вот в 2009 и 2010 годах она застопорилась. И застопорилась, так скажем, по объективным, субъективным причинам. Он провёл за эти годы лишь два поединка. Один в 2009, второй в 2010. Дело в том, что постоянно обещались ему бои после сборов в США. Приезжал он на сборы, два месяца проводил на этих сборах. Кормили его сказками, что вот сейчас, сейчас, сейчас будет бой. Боя не было, он уезжал. Возвращался на родину, опять, езжай на сборы, сделаем бой в США. Приезжал, опять готовился, опять боя не было. И так три раза подряд. Вы представляете, какое психологическое состояние? Ну и никак это не помогает подниматься в рейтингах. Боёв нет, побед нет, а время-то идёт. Но вот соперника по 26 лет, самое время показывать себя во всей красе. Итак, давайте послушаем сейчас ведущего вечера. Это гимны. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 титул европейского чемпиона wbo когда участвуют тайский боксер почему он вообще заслужил это право так ответ очень прост если есть европейская лицензия имеет право полное и вы знаете какой страны никогда бы не догадались я думаю какой страны у него лицензия у него латвийская лицензия вот такое бывают перипетии в мировом боксе но теперь все внимание на ринг и спеша бойцы начали этот бой идет разведка до впереди 12 раундов спешить как говорится некуда и нужно быть крайне осторожным чтобы не пропустить удар и не проиграть начало поединка неплохой тайский боксер вам скажу очень хорошо поставленный чуть повыше ростом вячеслава гусева так мы говорим тайский боксер и непонятно принадлежность этой страны или же или вида спорта самое интересное что давайте называть называть просто панджай путь по имени путь вячеслава гусева в бокс тоже не был прямым и начинал у ее из кикбоксинга вот так было так ничего не предвещало этого неожиданного удара но мы напоминали вам уже что 13 побед 10 нокаутов у панджая заплыл он бить умеет на самом деле левый глаз заплывает уже в первом раунде у вячеслава и я вот хотел сказать но думал успею еще сказать о том что есть школа тайского бокса у вячеслава гусева и занимал он на крупных турнирах высокие места перед тем как сказать что очень низко он держит переднюю руку на мой взгляд вострите не пытается добивать тайский боксер россиянина любой это большой сигнал причем нога был настоящий секунды две гусев был нокдауне он приземлился на настилы ринга вот ничего не предпринял после того как судья сказал бокс панджай и бой проходит точно так же как он и проходил ну не выглядит потрясенным вячеслав правда вот он стал более осторожен отметины на лице появились это неприятно для начала боя ничего страшного пока что нету и даже если даже гематома было бы чуть больше то кэтмен легко бы и убрал первый раунд вот что спирал и по прежнему передняя рука низковата на мой вкус честно говоря может быть уверен он защите плечом а так про может пропустить в первом раунде титульного боя где на кону стоят сразу два чемпионских пояса вячеслав гусев пропустил прямой правой от своего соперника из таиланда паджа и он гуджима и проиграл бой проиграл раунд раунд в чистую проиграл бой в первом раунде не смог соответственно нащупать ключи к противнику из-за того что больше защищался но очень жесткий жестким же начал атаковать таяц атакует серийно не длинные серии но вкладывается в этих серий в двух-трех ударных каждый удар я не знаю тренировался ли паджай в сша но вот такие вот удары поставлены у него особенно снизу сбоку левой и правый такой полу сверху он как бы идет прям вниз подбородок вот чисто американские такие наработанные удары ну бесспорно умелый боец очень непросто будет числа у ну я уверен секунданты подсказали именно то что нужно в перерыве и нужно найти свою тактику зацепиться за нее и следовать только ей здесь уже не стоит речь о неожиданном досрочном победе надо начали выровнять бой сделать так чтобы ты оказался хозяином в этом квадрате и дальше уже выбирать как же действовать как побеждать вячеслав гусев прекрасно дает себя отчет в том что он не обладает мощью удары но компенсирует от серийностью и работает много над выносливостью пока что серийных атак мы в его исполнении не видели несколько одиночных ударов было на ближней дистанции в том числе но настолько он уже испытал мощь тайца что вот нанеся точный удар он тут же прильнул к сопернику опасаясь контратаки ну сергей сейчас нет смысла спешить вячеслава нужно разобраться конечно же он получил легкий шок в первом раунде да и это было неожиданно во первых и наверное порушило все планы которые были выстроены на первые там два или три трех минутки код сейчас идет анализ и рисковать не смысл атаковать сериями особенно впереди еще много много времени он практически 10 с лишним раунд и довольно большое время вот ну вроде как выровнял пришел себя сейчас вячеслав ему как-то стало более комфортно он уже целится я вижу по глазам целится в соперника выбирает начало атаки дело в том что вячеслав любит работать по сопернику не первым номером не давить а присмотреться кто может сделать его противник и уже от этого что называется танцевать а здесь он обязан уже идти вперед вот здесь как бы он не растерялся ну что же начинается третий раунд этого боя напомним на кону стоит два чемпионских титула одним из них обладает россиянин другим тайский боксер тайский боксер или человек мы не знаем как правильно говорить потому что многие подумают что это боксер из тайского бокса нет он просто таяц по национальности так вот первый раунд прошел он начался равным в разведке и неожиданным ударом поджай отправил нокдаун вячеслава гусева ну закон провел раунд до конца второй раунд был непонятный вроде вырвину ситуацию вячеслав а сейчас мы видим начале третьего раунда он точным правом попал точно в голову я думаю что придет он себя уже приходит и он наверстает упущенное будет увеличить обороты свое преимущество звонком для его секундантов должен стать и тот факт что попадает справа и таяц по-прежнему низковато левая рука у вячеслава надеется на защиту плечом защиту за счет шеи ухода вниз но не всегда это срабатывает то есть все таки очень быстро интересно что даже в бытность выступления по тайскому боксу вячеслав никогда не встречался со спортсменами представителями таиланда не в своей боксерской карьере не своей карьере кикбоксеры и по муай таю и даже видео никогда не смотрел своего нынешнего соперника так что что ждать от него но может только догадываться а ему нужно вот он сам не говорил что им нужно время на того чтобы прочитать соперника посмотреть на что тот способен ну естественно во первых техника его оппонента и тактика непривычные для вячеслава это раз во вторых как-то вот неожиданно начал паджай свой бой не готов был к этому гусев но сейчас мне кажется все таки тайский боец почувствовал мощь почувствовал то что он уже на прицеле и как немного успокоился больше начал больше двигаться и даже по час отступает назад все чаще и чаще но тайц готов использовать вес ринг иногда подключает вот свое прямую право это самое главное его оружие и беспокоит это оружие вячеслава уже не так как первом раунде и слава богу но все равно нужно быть очень внимательным и на мой взгляд вот дальняя дистанция она дистанция тайца он выше сантиметр так на 4 и руки у него длинные а вячеслав почему-то пока что на ближней дистанции активных действий не предпринимает тут же вступает в клинч с соперником нет я не согласен сергея здесь очень опасно чувствует себя вячеслав на средней дистанции потому что как раз таять и несмотря на то что руки у него длинные он практически не работает джебом он пытается ли сможем пробраться ближе и атаковать концовка предыдущего раунда осталось за вячеславом его попадания справа мы отметили но в принципе бой конечно равный да бой выравнился и будучи судьей по вашему желанию можете оценить в одну сторону можете в другую опасно удар сильный удар снизу пропустил правый снизу пропустил сейчас россиянин причем такое впечатление что сам он намечал левый апперкот провести да он был в начале атаки вот на именно на этом моменте его застиг соперник это было потерял равновесие третьей точкой не коснулся никаких формальных оставаний у рефери открыт счет нет но это был больше толчок нежели удар но и уже на шаге поймал назад противника гусев но любое такое движение боксер мотивирует но дает дополнительных сил конечно а его соперника выбивает из колеи это вы знаете как вот пол чужие ворота даже если фиксирует офсайт пол не засчитывается но все равно ты распечатал это уже приятно да и так подбирает подбирает числа все-таки к сопернику вот как раз его соперник выглядит уже более насторожным все больше и больше отступает да я вижу целиться знаете такое чувство что бой не пройдет все 12 введенных раундов потому что стимулирует поджая то что он уже отправил соперника на пол а гусева стимулирует то что нужно отквитаться и он обозлился он видит цель то есть такое впечатление что настроен на действия одиночными ударами он привык заканчивать бой досрочно напомню что только в пяти случаях из 15 боев всю дистанцию проходили я имею ввиду дистанцию не только 12 10 раундов но и когда он только начинал свою карьеру когда проводил 46 раундов я скажу очень жесткий очень жесткий поджай и он прям таким с огромным желанием как бы наносит удары вкладывая туда всю свою силу нисколько не жалея своих сил ну вот прям с замахом получается когда смотришь соревнования в муайта или в боксе отлично такое ощущение что они могут и 15-20 раундов простоять хотя бы бывают вот если много работать в начальных раундах в особенности по корпусу бывает что они просто теряют совсем силы вот два таких взаимоисключающих варианта практически весь зал представляет из себя тренерский штаб вячеслава гусева сейчас ну и раунд этот выиграл за счет активности числа безусловно да он понравился больше и зрителям и судим да и нам естественно ну а девушка с табличкой покажет нам сейчас что впереди будет пятый раунд это значит одна треть поединка позади и впереди начинается самое сложное самое интересное не дошел удар до цели пришелся в шею вот так вот джебом откинул голову назад и потом попал в область шеи здесь еще на встречный не нарваться вот эта комбинация очень хорошая короткая и точная ну я заметил что очень много эмоций потратил поджай в первых раундах первом и втором раунде а сейчас мы немного присел знаете как то вот успокоился что ли в плане эмоциональном и не тратить силы понапрасну потому что не может начать атаку иногда пытается сделать неожиданно но вячеслав держит его на прицеле вячеслав вообще не работает по корпусу противника а тем самым мог бы он и затормозить в последующих раундах и опустить руки тайца и тогда было бы легче наработать но почему-то по верхнему этажу только действует слава вот клинч это уже говорит о том что боксеры устали под устали скажем так видимо у тайца правый апперкот наработанное оружие потому что раз за разом выпускают раз в 20 секунд уж точно и его сейчас обманул справа через руку но да очень жестко вкладывается поджай и опять таки опущена перчатка опущена левая рука у вячеслава гусева первом раунде уже наказал соперник за это но никаких выводов пока не сделал но возможно тут нужно самому работать если будет большое количество удачных действий то конечно же этот недостаток нивелируется проблема гусева вот сейчас проблема в том что он медленно начинает атаку то есть медленное начало оно должно быть неожиданным стремительным это или финт или джеб или какой-то удар а он как-то затягивает на все и со второго удара только со второго третьего удара переходит в серию когда его соперник уже готов отражать комбинацию но сейчас приходится опять-таки говорил я бы уже об этом работать первым номером вячеславу а он это не очень-то любит но возможно в этом бою другая тактика и так складывался в начале поединок что приходится изменять плану то есть ждет то есть ждет безусловно он сейчас состоянии такого контр-панчера ну вы знаете сложно сказать наверное половина раунда было за ним сейчас слава пошел вперед да нужно отыгрывать но все-таки поменял смог поменять тренерский штаб секунданты поджая маневр введения боя дальше в углу в перерыве и траунд уже заканчивается мне интересно наблюдаю за секундантами тайского бойца один из них очень внимательно смотрит и что-то кричит очень громко а второй говорит по телефону кому-то как бы рассказывает как проходит но вообще было бы очень забавно если спрашивал что делать да а может быть и спрашивает соперник пронес два удара что делал ски вот так закончился пятый раунд шестой раунд начинается не усугубляется по счастью вот та микротравма который получил в первом раунде вячеслав он вообще не склонен получать рассечении вот в бою с уаном карлосом бургасом кстати говоря получил единственную свою сечку в карьере и причем получил ее в первом же раунде как раз вот также не за ситуация до ситуация чуть-чуть повторилась но хорошо бы что она повторилась только в этом то что напомню бой с бургасом проиграл вячеслав пачка ну вот наконец-то гусев начала работать по туловище и на самом деле его удары печень они могут достичь цели все-таки говорил мне мой тренер что почему и всегда такую штука в голову и в туловище ложу больше здесь действительно неплохо дал возможность вячеслав гусев попасть по себе тайцу но затем и у него двойка неплохая прошла заключительным ударом справа и тот и другой набирают большинство вестов в глазах судей именно этим ударом будь то право боковой или право прямой до более избирательный стал сейчас поджай он снизил темп сложно сказать как проходит от раунд по судейским запискам но наверное слова ведет за трехминутку но очень опасно все-таки тайцы ну татья была такая комбинация которая из двух частей так состояла четыре удара и два удара в самом начале ну вот он может любое время взорваться он тоже работает по вячеславу очень часто если почувствовал что пропустил что тот пошел вперед немедленно контратакует а если не пропускает удары то и сам тоже не делать ничего особенного так обозначат для проформа что он не просто пришел отбывать номер время слава богу гусев привык он понял раскусил соперника и он знает как дальше продолжать бои вот-вот должен должен раскрыться начать что ли свои откровенные 10 пожалуйста правый полу прямой полубоковой достиг цели как бы эти действия не были слишком откровенные потому что видно что у вячеслава когда он начинает атаку он сигнализирует об этом что ли сопернику то есть замах виден и пока пытается не успевает контратаковать так и будет до самого конца но тогда концовочку вырвать и закрепить успех хорошо попадает слева вот первый раз левый боковой прошел закончена половина боя ну что ж неплохо неплохо но опять-таки вопрос если таец начнет сейчас бегать вот числа вас умеет ли тот его догнать на постоянном статусе таец будет отстреливаться будет уходить и отстреливаться с дистанции в принципе да любят вячеслав гусев работать на дальней дистанции работать на ногах много двигаться но здесь иногда нужно заставлять себя и порубиться может быть вот эпизод с активной работой тайца в самом начале шестого раунда нельзя давать ему так действует уходить на сайт степах а сейчас вячеслав представлял довольно легкую мишень пусть и удара пришли скотч но все-таки они были что же половина поединка позади если читать по раундам вот так вот ну я бы сказал бы 42 в пользу россиянина но впереди еще очень много времени это самые сложные раунды они начинаются где-то с восьмого с девятого а там дальше идут чемпионские 10 11 12 код ну самое главное это вообще сложно сказать что такое самое главное в бою это и выносливость этой тренированность это идеальная форма и желание победить и удача здесь все очень важно он сейчас размотался тип на перчатки россиянина но роман петров решил предвосхитить события то есть он не размотался так как бывает иногда смотришь бой полметра висит лучше в начале пресечь непорядки с экипировкой дополнительное время на отдых получили тот и другой но это не говорит о том что раунд стал меньше нет время было остановлено и теперь просто нажал на стоп секундомера потом продолжил вот почувствовал что попадает слева боковым вячеслав несколько раз уже проверился соперника пусть эти удары не несли большой опасности но он попадает снова и снова и все слева а до этого действует практически но удачные моменты были только при ударе справа или кроссом или боковой очень много сил поджай тратит на эти удары он стал мазать он промахивается и это ведь не только физические силы ты еще и эмоции а без них не сделала чего-то яркого интересного так вот эмоции если эмоции заканчивается заканчивается просто-напросто в физик а слава раскусил сейчас он начать до сих пор действует очень осторожно и почувствовал о первом раунде что такое настоящий нокдаун и делает все правильно на мой взгляд но потихоньку потихоньку уже можно прибавлять мне кажется но вот он теперь работает достаточно часто на средней дистанции работает боковыми и как показывает практика он быстрее вот именно на этой дистанции он быстрее он и по корпусу и головы в этот левый боковой постоянно если бы раз-два хотя бы вложился то тайцы начались бы проблем да если ты приспособиться к изменению манеры ведения числа в гуси вот смог бы он можно говорить да что у него 13 побед в 15 боях и 2 ничьев ни разу он не проигрывал но с кем он дрался это тоже большой вопрос он дрался на своей родине и лишь два боя за ее пределами которые напомню сложились не слишком удачно для него так что может и потеряться вот самое время славе начинать вот он левый боковой и почаще бы так здесь даже не только темп играет а точный сильный удар играет свою главную роль вот остались секунды до конца седьмого раунда очень хорошо справа прямым попадает таким образом закончил он раунд ну что же ну вот мы видим в углу вячеслава пока и моря команда тоже успокоилась на сказать это наверно хорошо тут тут кому что нужно есть боксеры которым нужна эмоциональная накачка а есть которым нужно просто спокойно сказать что все нормально продолжая работать в том же ритме в том же стиле и все будет хорошо работают и с левом глазом но там я уже говорил что не усугубляется никак положение вещей так что все нормально восьмой раунд и вот нельзя снижать темпа нужно закрепить то преимущество которые приобрел уже и и нужно доказать тайцу кто хозяин у ринга нельзя ему дать оправиться потому что у тайландских спортсменов будь то спортсмены по муай тай будь то боксеры все равно вот это эмоциональная составляющая очень велика при всей холодности в бою между раундами они очень эмоциональны это действительно так очень эмоциональны сейчас я просто опять же обратил внимание на секундантов причем один из секундантов паджа европеец но говорит на языке стороны тайланд который представляет боксер противник нашего спортсмена и он опять говорит по телефону такое впечатление что ставки делал он все у каждой раунд он все успевает он реагирует на все движения своего подопечного и еще кому-то успевать что-то гриппе телефону очень эмоционально но вот час от тюти отпускает первая минута не под диктовку числа проходит несмотря на то что он идет вперед но активных действий точных налад да вот этот раунд немножко мне кажется получше за тайским боксером несколько моментов мне понравилось когда он ушел от такого сильного длинного правая снизу гусева но почему-то не продолжил контратаку да он опасается на посадься нарваться на да и скорость на того среди дистанции до усталость накопилась поэтому ну решил видно взять несколько другим технику ударом не получилось напомним что лица малой крови полулегкий вес так что у этих ребят обычно хватает запала на все 12 раундов но если бой затягивается но вот здесь нужно работать нужно работать и по корпусу в том числе на ближней дистанции есть лишь вошел в нее и последний удар к сожалению в этой связке за тайцем как-то нового снова проблема в экипировке одну сторону размотался часовой стрелке начал двигаться вячеслав вот ровно по часовой стрелке это вероятно используют тайский боксер потому что он уже изучил вот в этом раунде манеру и вероятно некомфортно сейчас вячеславу что-то не может он сделать поэтому делать какие-то небольшие ошибки ну вот такой бой правой прямой тайца чаще начал тоже опускать левую руку и правый доставал его еще и в начале периодически а сейчас посмотрите совсем низко держит перчатки вот обмен ударами на последних секундах девятого раунда перерыв но все-таки это был восьмой раунд еще девятый мы сейчас только увидим две трети боя позади да слишком как-то быстро время пролетело даже хороший был седьмой для вячеслава сейчас немножко снизил он обороты может быть на эмоциях вышел и таяц его так скажем охладил но нужно продолжать нужно продолжать тоже ключе видим мы что силы есть для действий больше активности данном случае конечно же я думаю что настоящий ценитель и бокс уже разобрались что пожалуй нокаутом песни выиграешь нужно брать может быть не самыми сильными ударами но их количеством количеством активных действий в глазах судей да сергей знаете почему я сейчас ошибся и сказал что закончился девятый раунд я вот подумал и точно дал себе ответ потому что я каким-то на какое-то мгновение может быть на какой-то несколько секунд оказался на месте боксера я сейчас говорю про славу гусева я наверно это вспомнил в своеме мои те еще боксерские годы выступления и когда находясь в углу ты путаешься в раундах ты надеешься на но получается другое то ли торопишься быть а то ли пытаясь отодвинуть их назад чтобы успеть наверстать упущенное не спрашивали у тренера ну что бой закончился до выходи на второе нет мне казалось что меня обманывают когда секундант говорит я вижу что девушка ставлю с табличкой и там цифра не та которая должна быть мне кажется специально это сделали организатор они все против меня когда тебе еще говорит секундант такой-то раунд когда его еще подкупили вот так это злило так непонятно ну потом выходя из ринга все понимал и просто запутался ну это вы сильны видимо в теории конспирологии чтоб все против вас ну вот это воздействия как-то настраиваешь еще больше вот нельзя пропускать но это было обоюдный размен ударами так счастью последнее слово осталось за гусевым так упирается таяц сейчас старается идти вперед может быть получил задание что вот оставшиеся четыре раунда надо отработать в более высоком темпе если конечно на этой силы остались неплохо очень неплохо и совершающий удар справа точно в подбородок вы знаете как-то более откровенно атакует по джай поэтому его удара виды и гусев успевает уходить от них а более как-то скрытно может быть не так сильно атакует вячеслав и тайский боксер и не успевает просто он не видит ну или не не успевают увидеть все удары не успевает на фоне усталости уйти от этих ударов вот в этом раунде такое впечатление что юнгу джим не бьет а маша руками ну вы знаете по ходу боя не только ты устаешь или там чем-то думаешь подчас даже меняется настроение и неожиданно для себя просто меняешь тактику сразу легче становится работать когда таяц идет вперед и бросает удары вот тогда стиль контратакующий у гусева начинает работать на максимальных оборотов ну скажем так не максимальных а процентов 80 а так в принципе очень непросто показать себя с этим соперником во всей красе любому боксеру было бы неудобно ну вот закончен очередной раунд раунд за славой понравилось зрителям которые находятся недалеко от ринга многие подсказывают глупы ты очень сильно болеть переживают герман дитов промоуша представляет видели мы эпизоды которые остались за тайцем но вот и гусев показал себя азиатская боксерская ассоциация попадание с лавой тут еще бьет и локтем в этом тайбоксеры как раз специалисты по муай-тай понотарели не заметил этого роман петров ну да ладно ничего там страшного не произошло главное что не было повреждений 10 раунд 10 раунд так вот быстро поединок приближается к завершению осталось всего лишь 3-3 минутки ну и конечно же они могут решать если посчитать по раундам наш боксер ведет бесспорно но честно говоря после небольшим преимуществом и вот за эти 9 минут кажется все может измениться честно говоря после первой половины боя я не очень-то был согласен с вами андрей что 4 раунда за гусевым и только 2 за шаги 3 до но вот не знаю а вот сейчас мне кажется что вырву и ведет с минимальным преимуществом гусев ведет ну да ладно мы с вами записки не ведем а если даже вели то они никакого значения бы не имеют ибо никто не посчитал и не принял счет по большому счету это работа это дело судей которые находятся у кларинга ну в конце концов мы все услышим по окончании боя я надеюсь нам будет предоставлен счет судейских записок каждого из трех судей очень жестко сейчас пробил застыл застыл вячеслав в такой полупозиции думал наверное о начале собственной атаки и в этот момент его опередил баджай причем опередил когда опускал руки вячеслав гусев держит держит в конце концов может додержаться до предупреждения и до снятия балла вячеслав этого тоже делать не надо ему нужно идти вперед у него получалось я думаю что то есть получил все таки задание идти атаковать очень жестко ему сказали секунданты ты проигрываешь надо догонять наверстал осталось три раунда ну что ж мы видим пропускает все равно бьет навстречу получился удар у вячеслава гусева ну к большому сожалению нашему и вячеслава они не приносят большого вреда или горя его сопернику снова правый апперкот очень неприятно и слева еще попадает вот это размен дважды да размен такой настоящий почему то перестал снова откуда то кровь я не вижу похоже чье то рассечение работать левый боковой у славы нет рассечения у тайца рассечения у тайца очень серьезно получил он его от удара а не от случайного столкновения головы другой или преднамеренного движения гусева так что все рассечение под глазом очень сильно течет кровь но это не мешает боксеру потому что если бы травма была выше глазов она бы заливала тогда глаз он бы ничего не видел ну и никаких вопросов здесь нет к вячеславу раунд за ним хотя были тяжелые моменты в этой трех минутке но в конце концов раунд за ним и нужно теперь смотреть что с глазом потребуется ли вмешательство врача да нет там все нормально я думаю что все куда он справится с травмой в конце концов осталось то всего немного и грустно было бы неправильно совершенно останавливать поединок ввиду невозможности тесническим нокаутом в пользу того или другого вот именно в этот промежуток времени потому что сейчас решается у кого же останется два чемпионских пояса вот в этих двух-трех минутках решится судьба кому рефери поднимет руку по окончании в обоих пара жестких ударов пришлось и на долю Вячеслава но выдал он очень неплохо сопернику своему и нужно продолжать если сможет добавить то кто в большем темпе проведет этот бой на жесткий удар справа рассчитывает джеб ну практически в арсенале Слава Гусева не работает на него не очень рассчитывали в чем это было видно с самого начала боя да вот темп нисколько не уменьшился он даже увеличивается с приближением к окончанию боя главное чтоб эмоции не захлестнули Славу потому что он сам говоря что зал он всегда слышит он самое главное видеть соперника не слышать зал реагирует на атмосферу вот в чем дело а это не всегда полезно все естественно кричат в его пользу подгоняют его советуют что делать гонят вперед да это вот не поддаваться этому влиянию очень важно да секунданты тайского боксера они как-то довольны даже рады даже счастливы когда их вот я смотрю на них регулярно я не думаю что потому что тайский боксер стал побеждать а потому что он стал правильно делать то что ему сказали вот именно в этом раунде он работает вторым номером он уходит он ждет когда к нему придет Вячеслав что на отходе контратаковать но такое впечатление что он устал и у него руки не летят что называется очень медленно он устал и сейчас это почувствовал гусев и наверное начнет идти вперед но к большому сожалению Слава начинает атаки постепенно он не ловит момент вот когда вот вот есть такая мертвая точка она может продлиться 10 секунд всего нужно забирать это время брать бой в свои руки ну да на взрыве не действуют он я имею ввиду тайцы уходят сбрасывает джебы тайца Слава а вот сам не успевает пробить вот сейчас вперед можно было бы продолжить атаку подхватил он движение вперед джима джима поработать провалил свою дистанцию немножечко среднюю а он что думает что это окончание боя нет нет рановато 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 да растерялся ребята подумали что все нет такой легкой жизни не будет нет еще 3 минуты чистого боя и причем в самых сложных в этом поединке даже не пытается садиться Таец посмотрите да пригласил его в угол репери присядь но весь на эмоциях полу нет если он рассчитывает просто отбегать и получить победу не получится я думаю что все таки и и боксер и секунданты были убить жены что сейчас проходил последний раунд уже потому что они все выбежали в ринке давай плясать танцевать праздновать как бы праздновать победу но что удивительно на этом фоне Слава Гусев тоже поднялся с табуретки он не стал дожидаться когда же таймкипер ударит в гонг и полминуты просто простоял и слышал оставление своих секундант но у него своя система подготовки между раундами его разминают он определенные мышцы продолжают расслаблять держать в тонусе нагибается ну у каждого боксера свои привычки и развивать этот успех действительно тут не важны попадания в качественном компоненте тут нужно количество количество и скорость каждый удар даже средней силы может быть определяющим потому что решается судьба двух чемпионских поясов на ком же они будут находиться после того как бой закончится это нужно работать не клинчевать руки повыше все-таки чуть-чуть потому что тайц будет отбиваться за счет передней руки он будет бросать джебы больше ему ничего не нужно он всем видом уже разом до 3 показывает что готов к такому продолжению боя ну вот все чаще и чаще бой проходит в клинче да устали бойцы попробовать бы левый боковой раскрыть но это давно надо было сделать в область печени с переходом на верхний этаж в один раунд за счет левого выиграл Гусев выиграл достаточно легко но почему-то потом обменялись ударами оба боксера и снова вот если слева бьет то удача как правило поджидает немедленно Вячеслава Гусева ну как-то удивительно поджай почувствовал дистанцию он как-то стал более эмоциональным таким вот ну как-то увидел цель начал работать джебом вы видите да он опять перчатка за что такое вот это совершенно не на руку сейчас Вячеславу да ни тому ни другому это не на руку потому что бой только открылся и вот сейчас происходило самое должно произойти самое интересное впереди чуть меньше минуты рассечение неприятное у Юнгу Джимону естественно он до конца боя додержится попадает попадает в право и снова продолжать продолжать пусть это и рискованно но ничего не остается Вячеславу да вот такой размен по окончании всего боя оба оба держат сказал Роман Петров ну вот такую серию продолжить нет все-таки чуть-чуть мне кажется Слава опасается контратаки а вот попадание справа полупрямой полубоковой такой короткий удар успел просигнализировать публике отметить этот удар доволен Таец но я бы не сказал что он этот бой выиграл настолько чисто насколько об этом говорят секунданты чтобы так показывать всем ну что ж сейчас мы узнаем счет повлиять так на суде невозможно потому что уже записки свои они отдали они отдавали эти записки после каждого раунда поэтому никак на них оказать влияние невозможно ну что ж все-таки надеется на победу еще напомню что титулы WBO European и титул PBA в полулегком весе в весе пера на кону и сейчас Иждван Ковач скрупулезно проведет подсчет голосов судейских и услышим мы вердикт напомню Иждван Ковач пока это вердикт в секрете вот мы видим супервайзер супервайзер отдает чемпионский пояс олимпийский чемпион 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 мира среди профессионалов да сейчас он вынесет пояс в ринг и будет награждать ну а записки уже у ведущего но почему-то только один пояс сейчас появляется Иждван Ковач век олимпийский чемпион чемпион мира и великий а наконец-то второй пояс почему-то вот на расстоянии вытянутые от меня руки располагается вот он нет нет второй пояс мы видим он стоит на столе главном судейском столе и никто его не трогает и так отражается на поясах свет блестят они золотом ну и конечно же хотелось бы что вокруг талии Вячеслава Гусева они сомкнулись потому что он очень достойно провел этот бой и оправился от обескураживающего первого раунда да что-то недоволен секундант тайского боксера вот мы видим его сейчас таким с европейским лицом скажем так он американец я с ним вчера успел поговорить ну а как же доволен как можно быть доволен если твой боксер может проиграть угу давайте послушаем вам азиатская боксерская ассоциация и на полупиорке Европе судья судья комсков сто двернадцать сто двенадцать судья судья вольт zero и понятно очень очень близко сто двенадцать сто двенадцать вон ну догадывается надеюсь что это Вячеслав Гусев единогласное решение, и двое российских судей, и венгерский судья отдают победу Вячеславу, с чем мы его и поздравляем. Ну а тайская бригада, конечно же, с этим не согласна. Чем недовольны тайцы, непонятно. Сейчас мы видим промоутер, промоутер того, Герман Дитов, успокаивает тайского тренера. И Штонковач вынужден что-то объяснять, что же здесь не так. А вот сейчас уже секунданты спорят. Как бы другой бой не начался. Что-то такое неправильное. Из-за какого-то движения непонятного... Дорогие друзья, дамы и господа, Вячеслав Гусев! Ну как бы то ни было, главное, что боксер сделал все от него зависящее для того, чтобы выиграть. Не все получилось, но здесь победа Вячеслава Гусева... Не скажу, что однозначно совсем уже, но с моей точки зрения вполне-вполне заслуженно. Но сейчас настолько активны тайские тренеры, что, наверное, они напишут петицию, протест. Ну, а я почти уверен, что их протест не удовлетворяет ни комиссия, никто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!